Здравствуйте! В эфире программа «Юг». Но это вовсе не означает, что жители горно-заводской зоны или северной области должны тотчас же потерять на всякий интерес. Я надеюсь, вас интересует, чем и как живут ваши южные соседи. А наши съемочные группы славно потрудились для вас. Мы работали в Верхнеуральском, Кизильском, Карталинском районах. И теперь пора отчитаться о проделанной работе. Начинаем с хроники городской жизни. В бурлящем жизненном потоке города Металургов мы выделим три сюжета, имеющие прямое отношение к времени года и к образу жизни и к образу мышления. Начнем с последнего. В Магнитогорске состоялся КВН. И не простой, а междугородный. Рассказывает наш корреспондент Игорь Курьянов. Этого события в Магнитогорске ждут с нетерпением. Во всяком случае студенты. Традиционный весенний КВН. Раньше он был, что называется, местного масштаба. И встречались команды двух магнитогорских институтов. Педагогического и горнометаллургического. В этот же раз границы КВНа были расширены. И на сцене Дворца культуры имени Сергея Дженикидзе встретились три команды. Наша из Пединститута и две Челябинские. Формула-1 и Универсам. К КВНу, как к таковому, мы уже привыкли. Схема практически не изменилась со времен основания. Разминка, домашнее задание, конкурс капитанов, визитная карточка. Как всегда, неподкупная жюри. Полный аншлаг в зале. И каждый раз все не так, как раньше. Каждый раз что-то новое. Как это сложно сделать зрителям смешно, знают, пожалуй, лишь сами КВНщики. КВН, заявляя об этом, как капитан команды Пединститута, со всей ответственностью. И еще одно наблюдение. Самое неблагодарное занятие делать телесюжеты о КВНах. Потому что любая, самая гениальная съемка и самые убойные шутки автора сюжета не смогут передать атмосферу, царящую на сцене и в зале во время КВН. Особенно местного масштаба, а не выхолоченного московского. Но мы все-таки попробуем. О себе в этом сюжете отвожу минимальную роль. Смотрите, оценивайте и жалейте, что вас не было с нами. В нашей стране 318 ягодовчик. На них работает 418 тысяч человек. 812 полудовных лодок обслуживают. Мама! Тш-ш-ш! Это не тот секрет! Хорошая все-таки музыка, она рада ностальжи. А главное, парни мои, братцы, и столь любить. Меня такая связь не устраивает. А меня не устраивает наша телефонная связь. Во всех странах, как в странах, есть секс по телефону. А у нас. А как хочется иногда снять трубку и услышать теплый, ласковый, нежный, возбуждающий женский голос. Неправильно набран номер. Почему из труб Магенгорского металлургического комбината 6 дней в неделю идет красный дым, а в воскресенье белый? Время. А в понедельник трубы горят. Радио МРСи спрашивает, почему лампочка выворачивается, но не наизнанку? Понимаешь, наизнанку вывернешь, светить вовнутрь будет. Радио МРСи спрашивает, что бы сказала статуя свободы Америки, если бы ее прокатили по нашим российским дорогам? А вот они условия, а вот она среда, а впрочем для здоровья ухабы ерунда, а впрочем для здоровья ухабы ерунда. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На втором месте по значимости мы считаем, должны находиться наши заботы о здоровье. Ведь наш нынешний образ жизни предполагает очень малую вероятность того, что о нас позаботится государство, у которого и без народного здравоохранения забот полонрод. Вот почему мы считаем заслуживающими общественного внимания попытки монтогорцев создать собственную ассоциацию врачей. Областная, как известно, уже создана. Они создали областную ассоциацию, охватив как бы нас, но не спросив, так сказать, нас, не общаясь с нами никак, а чисто формально. Поэтому я думаю, что необходимость в создании врачебной ассоциации, пока врачебная, а потом, возможно, и медицинская ассоциация, куда можно включить всех работников здравоохранения, она очень насущна, и время к этому пришло. Основной вопрос о создании ассоциации – это защита прав медицинского персонала и защита прав больного. Прежде всего, ассоциация должна заниматься защитой врача, включая даже судебные. А в чем тогда отличие ассоциации от профсоюза? От профсоюза отличие от того, что мы можем защищать высокопрофессионально. То есть мы можем дать экспертный ответ, высококвалифицированный, а это не профсоюз, это не сможет сделать, это не входит в его задачу. Экспертную оценку действиям врача. И я думаю, что она должна быть достаточно объективной, как в пользу пациента, так и в пользу врача. Ну вот по последним данным, по некоторым городам прокатилась такая волна судебных процессов, и чаще всего претензии предъявляются достаточно серьезным медицинским службам. Это реаниматология, это хирургия. Городская ассоциация, по мнению доктора Попова, кстати, имеющего опыт депутатской деятельности, должна стать для врачей Магнитогорско-надежным счетом от всякого рода невзгод. Но не должна подменять собою, сами слышали, профсоюз или муниципальное управление здравоохранения. Ассоциация должна быть хозрасчетной, сама зарабатывать деньги. И такая возможность зарабатывать деньги есть. Например, мы можем сделать консультативный центр. Неизвестно от чего будет хуже медицины, от того, что врач безграмотен и не ездит учиться никуда, не ездит ни конференции, ни на конференции, ни на симпозиумы, или отсутствия лекарств. Ведь лекарства на худой конец могут помочь купить родственники. Но помочь воспитать врача, обучить врача, сделать его грамотным они не в состоянии. Это задача, конечно, управления здравоохранения, но финансирование мы знаем. И сейчас уже в течение продолжительного времени врачи не выезжают практически ни на какие симпозиумы, ни на конференции, даже на обычную учебу, которая нам полагается раз в 4 года. От этого зависит наша аттестация, зависит наши категории, в конечном счете зависит и зарплата. Но самое главное, очень существенно это влияет на лечебный процесс, поскольку все движется в мире вперед, в том числе и медицина, и мы должны быть в курсе всех новинок, а не лечить больных по старинке. Я думаю, что именно ассоциация должна взять на себя в какой-то степени, пусть небольшое, обучение врачей. Я совершенно не опровергаю нетрадиционные методы лечения, но глубоко уверен в том, что эти люди, которые не имеют врачебного диплома, в которых есть какие-то лицензии на лечение населения, они должны тесно общаться с ассоциацией, и только ассоциации, специалисты этой ассоциации могут давать добро на то, чем они занимаются. Человек умер от применения гербалаев, но умер худым. У нас просто есть такие яды, которые можно принять и в течение месяца потерять полностью вес. Но это яд, это человек взамен получит полиорганную недостаточности, печеночную, почечную, легочную и так далее. Поэтому цена такого похудания очень высокая. Я почему спрашиваю, потому что вот какое время на дворе таков мессия, то есть эти вот чумаки, лжекосьяны и прочие разъезжающие по России, они что проповедуют? Может быть сделать один листочек повесить в трамваях, троллейбусах для поумнения населения? Я думаю, что этот больной, прежде чем согласиться на нетрадиционный метод лечения, должен прийти в ассоциацию и просто посоветоваться и спросить, стоит ли ему этим заниматься, не стоит. Как на это смотрит, так сказать, наука? К сюжету, отражающему в себе проблемы времени года, мы отнесли бы ситуацию, которая сложилась на станции техобслуживания «Жигулей». Всю зиму на «Магнитке» ходили слухи о том, что «Маглада», так зовется это предприятие, рухнуло под бременем долгов. И все мы, автолюбители, по весне кинемся в радостные объятия рукодельцев-частников, где и расценки ниже, и сервис выше. Но жив курилка, сами видите, точнее жива, «Маглада» дышит ровно и спокойно, а причиной тому нормальное самочувствие ее могущественного патрона. Нас включили в программу завода по созданию на территории города Магнитогорска склада терминала, то бишь консигнационный склад терминал завода, где автомобиль будет продаваться без нашей наценки, только по цене завода. А наша наценка будет аккумулироваться на самом заводе и пойдет на расчет за запчастью. На сегодняшний день такое понятие фонда, если можно назвать, нам спустили... Забытое понятие. Забытое понятие фонда нам спустили 6 миллиардов на год. Для сравнения, в прошлом году нам спустили 1,2 миллиарда. Я думаю, с запчастями будем жить в этом году нормально. И самое главное, цены. Любому ясно, автозапчасти, части, покупают в том же автограде, что и снабженцы «Маглады». Но вы на своих «Жигулях» сможете увезти, к примеру, 100 распредвалов, 10 колесных баллонов, пару движков. «Маглада» все это вывозит в грузовых вагонах и автопоездах, где будет дешевле деталь. Ведь не нами придумано. Чем больше оптовая партия, тем ниже цены. Цены нет проблем. Можете прямо пройти в магазин, поинтересоваться. На сегодняшний день мы довольно активно манипулируем ценами. И на многие ассортименты сегодня уже просто сбросили. Сегодня важны живые деньги, а не уровень наценки. Ждать долго, когда объем склада сегодня составляет миллиард двести, это просто мертвые деньги. Так что здесь лучше сегодня получить 10 копеек, чем завтра рубль. Игорь Сергеевич, я слышал, в передовых странах есть такое понятие «каталог». Сегодня клиент может прийти в магазин, назвать наименование деталей, ему дадут каталог. Он может найти эту запчасть. И если компьютеры состояния склада высветят, что она действительно есть, ему ее тут же продадут. Раньше было такое понятие, что скрывать, директорские заначки. Ну это ни для кого не секрет. На 43-м складе были особо учитываемые номенклатуры, которые директор держал для себя, для друзей, для знакомых. То есть это же не секрет, это может быть скрывалось, но тем не менее это же было. Хотя в этом никто не нарушал закона, что там продал или не продал. Это право директора. Морально-этически. Ну морально-этически, да. Сегодня у нас нет этого практически. Зачем я должен скрывать какие-то там 5-10 шаровых? Зачем? Сегодня все можно купить и без нас. Безопасность клиента. В чем она выражается? Допустим, пришел я к вам, ну как говорят, с самопальной деталькой. Там наконечник, шаровая. Что будет со мной? Если вы пришли со своей деталью, мы, конечно, посоветуем вам ее не ставить, если она даже чисто внешне не внушает доверие. Но если вы настоите, мы вам ее поставим. Но мы не несем ответственности за качество и за того человека. Вообще за момент, где вы ее купили. Если вы ставите шаровую или наконечник рулевой тяги у нас, нашу, то мы даем вам гарантию, определяется заводом. На это у нас есть сертификат качества. И мы несем полную ответственность за безопасность движения. А сейчас мы вам предложим встречу с людьми, интересными во всех отношениях. Почему они оказались в зоне нашего внимания? По двум причинам. Во-первых, это братья Фомины, фермеры, которые образовали свое хозяйство в заброшенной отцовской деревне с феноменальным именем Хлебинка. Во-вторых, патронирует этих людей предприятие МПУ «Урал», судьба которого также мне не безразлична. Мы предлагаем вам итоги сотрудничества или грустная информация для размышления. Почему грустная? Потому что, как сработали в прошлом году фермеры Фомины, не сработал никто во время уборки. Как заботились о них партнеры, спонсоры, как угодно, назовите Ангпо «Урал», так же не заботились ни о ком. А что в итоге? А в итоге огромный производственный потенциал, равный прежнему среднему колхозу. Основных фондов только на 3 миллиарда рублей. Родовое, ну скажем так, поместье, где выстроены эти замечательные 8 коттеджей. Желание, а главное умение работать на по-настоящему отцовской земле. И полная неопределенность в отношении завтрашнего дня. Хозяева, собственники. Сейчас весь урожай ваш? Ага, только если как по налогам за прибыль, как в этом году, собрали урожай, пшеницу сдали на этот, смололи вернее, на муку. Налога приезжает, мука не ваша. Государство выделяет кредиты под 213 процентов. Это же обдиралка натуральная. Ни в одном государстве нет таких кредитов, что под 213 процентов. И что возьмешь кредит, а на другой день на коленке встанешь. И это говорят люди, которые сумели в условиях жесточайшей засухи, когда большинство хозяйств области просто легло на выжженную солнцем землю, получить на круг по 15 центнеров отличной пшеницы. Не пустить под нож многочисленную живность, а наоборот взять на покором с десяток бывших колхозных лошадей. Ну как живешь, российский фермер? Ну живем как. Этот год, 95-й, в общем мы прожили неплохо, хотя был год не очень удачный для российского фермера, вообще для сельского хозяйства. Мы выкрутились, заимели очень, полностью подготовились посевной, и семена, и ГСМ, масла, ну а кроме азапчастей. А прибыль-то была? Ну, прибыль была небольшая, но потратили опять же именно на покупку. С долгами рассчитались в первую очередь, с такими крупными. Вот сейчас накануне яростной подвыборной борьбы за президентское кресло возникает в качестве главного контраргумента, вот то, что вот фермеры, о которых много говорили, за ними будущее сельское хозяйство, они все лежат, они все голодные, разоренные. Ты вот голодный, разоренный? Да мы-то не голодные, не разоренные, но есть в округе-то многие, многие побросали. Почему? Ну, я считаю, заманило все-таки нас государство, обещало там льготные кредиты и прочее. Ну и не только это, государство и давало деньги, только их поворачивали не в ту сторону. То есть разворовывали, так? Прямо скажешь. Ну, я не буду так говорить, потому что я не могу отвечать за людей, за их поступки. Ну, если из Москвы деньги пошли, а до вас не дошли, куда они девались? Ну, кто их знает, куда они девались. Куда-то уходили, кто-то пользовался этими деньгами. А тебе помогло то, что у тебя не просто фермерское хозяйство, а своеобразное родовое поместье? То есть братья, родственники, отец, мать, все вместе. Мешает? Ну, в какой-то степени мешает, в какой-то степени, может, в большей степени помогает, потому что они во многом меня поддерживают. Ну, бывает разногласия, но основная тлиния, я считаю, моя правильная. Мы приехали в Хлебинку еще и потому, что туда, в день съемок, отправился на крутой разговор генеральный директор Магнитогорского АНП «Урал» Николай Шевченко. Это его объединение выстроило в Хлебинке эти замечательные дома. Это Шевченко и его ближайшие помощники, Владислав Кушка, Александр Козин, Владимир Артамонов, настояли на том, чтобы родовое гнездо обустраивалось всерьез и надолго. АНП «Урал» решала здесь и свою частную задачу. В Хлебинке проверялась на деле новая технология строительства домов из газогипса. Но в итоге была решена двуединная задача. А поначалу братья Фомины хотели осваивать фамильные угодья бригадно-вахтовым методом. Но вернемся к цели приезда сюда генерального. Мы на своей шкуре ощущаем, что мы всегда кому-то должны что-то доказывать. Вот не нам доказывают, а мы должны доказывать. Это одно. Второе. Ну вот с точки зрения уже морали, то есть нас не стесняется никто обвинять. В том, что мы можем, якобы, ну быть нехорошими что ли. А уж крестьян тем более. То есть вот получается, что промышленность и село одни из самых неблагодарных сейчас видов бизнеса, производственной деятельности как угодно. Ситуация, которая сложилась в Хлебинке, и любопытная, и поучительная. Братья Фомины и их ближайшие родственники через пот и кровь получили таки небольшую прибыль. Если пустить ее на дивиденды, нужно рассчитываться с Энпо Уралом, чья доля огромна. Но Урал согласен и подождать, если деньги эти уйдут на развитие производства. Но жить-то богато и счастливо хочется сейчас. Отдали нам деньги летом под товарный кредит. Ну кто набрал там, вон как у нас, автомобили. Но мы эти деньги истратили на стройку, вложили. Но зерно закупили опять по старым ценам. По старым ценам. Вот сейчас опять у нас зерно купают по 650 тысяч рублей. А солярка стоит миллион четыреста литр. Будут выборы. Кто придет? И выберут, может быть. Но я не знаю, кто придет. Хроризм. Кто придет? К власти. Ну Ельцин придет, слава богу. К нас уж кто-нибудь другой придет из большевиков. Тогда уже не знаю, что будет. Да будет, может, их она. Круг-то замкнутый. Колхоз не вернешься, там плохо, да? И фермерам тоже не очень-то выгодно. Куда деваться? Ну как не выгодно? Пока сам работаем, вот уже сами немножко распределяем работу. Ориентируемся. А в колхоз еще? Там же нет никакой перспективы. Что там? Зарплат, если нет, то вообще не дадут заработать больше, чем кто-то заработал. Ну раньше так было. Раньше нельзя было больше, представьте, получить все. Я вот в этом колхозе работал, знаю. В Чепаях? Да, я заработал 1500 рублей за 20 дней. Так вот с района приехали, сказали, нельзя больше зарабатывать. Ты больше президента получаешь. Я думал, тебя на доску почета повесили? Да, повесили. Что с председателем поругался, чуть с доски почета не сняли. В частное время главнее, наверное. Урожай вырастет, что посчитать-то с налоговой работать, это очень трудно. Труднее, чем хлеб выращивать? Конечно, труднее. И все же хлебинка держится на плаву. Она пытается идти против течения, в нужную ей сторону. Гребцы сильны и умелы. Добрая половина фоминского народу поработала и управляющими отделениями, и главными специалистами в бывших колхозах. Но почему они оказались нынче как бы на нейтральной, простреливаемой с двух сторон территории? С одной стороны, их родные колхозы, ставшие АО или ТОО, из которых фомины бежали как от чумы. С другой, родное до боли государство, в лице муниципальных и налоговых чиновников. И те, и другие, будьте уверены, не простят хлебинки ни одной ошибки. Так вот, без права на ошибку и трудится фоминское братство. Да еще как трудится. Мы поздравляем вас с рождением внука. Спасибо. Счастья, чтобы внуков у вас было как можно больше, чтобы были они такие же трудолюбивые, жизнерадостные, как вы. И самое главное, дадим оценку хлебу из хлебинки. Ну, с хозяйством хлебинка мы работаем, я сказала бы, уже достаточно давно, практически с лета. Жалоб на качество их муки у нас никогда не было. И вообще мне наш контакт очень понравился. И я думаю, что впредь наши отношения останутся такие же теплые и хорошие. За зиму Виктор Петрович Фомин отвез в русский хлеб, а это лучшая пекарня в Магнитогорске, выстроенная французской фирме Клекнер. Свыше 300 тонн муки, смолоченной из его зерна. За сутки здесь выпекают 12 тонн хлеба. Мы подсчитали, около месяца треть рабочей магнитки ела только фоминский хлеб и нахваливала. Ей-богу, мы с Виктором о встрече в этот день не договаривались. Тем более, что именно в этот день, сами слышали, он впервые стал дедом. А это значит, вот эти веселые кузены и кузины из хлебинки получили право на шефство над первым своим двоюродным племянником. В мир шагнуло, пусть и под другой фамилией, четвертое поколение фоминных. Может быть, самое счастливое. Все братья и сестры? Да. Ну, кто кому брат, а? Кто кому сестра? Ну, все сестры и братья. Все двоюродные. Один мой знакомый по поводу пластиковых магнитных карточек зло шутит. Как во время войны ввели карточную систему, так на магнитке забыли ее отменить. Только вместо картонных карточек сейчас употребляются пластиковые. Ну что ж, есть юмор, есть черный юмор, а есть такой, наверное, серый. А если говорить всерьез о магнитных карточках, то эта система входит в нашу жизнь не спросясь. Я понимаю, что когда у людей нет зарплаты, нет пенсии, задерживают выплаты, проблемы нет у них с наличностью или безналичностью. Но мы-то ведь ждем экономического рассвета к концу года, который нам обещали. Так будем же к нему готовы, как всегда готовы к нему магнитогорцы. Наш рассказ о системе электронных платежей в этом славном городе. А началось все вот с этой встречи магнитогорской мэрии. Региональный филиал Промстройбанка России в лице его директора Александра Горобовского сыграл большой сбор для руководства ведущих газет, радио и телевидения. Для того, чтобы торжественно сообщить, минул год, с того времени, как город Металургов стал обладателем пластиковых магнитных карточек. Ну и что искренне изумились мы? Года доничтожно мало для того, чтобы массами овладели новые финансовые идеи. А хотите на конкретном примере увидеть, сколько и чего уже сделано в протестинговой кампании? Конечно, хотим, сказали мы, и на другой день вылетели в Москву. И, как оказалось, не зря. Даже одна эта встреча с человеком с легендарной фамилией Харрисон могла бы компенсировать все дорожные тяготы. Мои коллеги утверждают, что ваша фирма одна из лучших в мире. Да, это правильно, да. Я согласен. Ничего скрывать. Я согласен, да. Вы согласны? Да. А на чем держится ваше могущество? Это очень легко сказать. У нас есть так много инсталляций, так много клиентов в мире. Около тысячи банков в мире используют наши технологии. Так вот, банкотокорцам повезло, или они вытащили лотерейный билет счастливый, или просто трезвый расчет математический? Это, если я хорошо понял вопрос, это очень хорошее решение для региона и тоже для нас. Это наш первый клиент в России. Сегодня у нас есть 8 клиентов в России на территории. А Макотокорц был первым, да? Это был первый. Промстройбанк... А кто вслед за ним пошел? За ним кто пошел? Промстройбанк Санкт-Петербург, банк российский кредит, инкомбанк, автобанк, уникомбанк, сетбанкоматов, это мэр, глобус, и тоже СТБКарль в Москве. Они изменяют технологии, они купили у нас нашу технологию. Я слышал о том, что столичный банк сбережений перешел на вашу технологию, а СТБКард прекратил существование, это правда? СТБКард, это СТБКард, они изменяют старые технологии, они купили систему у нас, у ACI. Это система ACI, которая будет работать в будущем. Ну а в чем главное преимущество концептуально вашей системы над остальными? Прежде всего, это надежность и тоже производительность. Например, в Англии у нас есть банки, которые имеют сет и банкоматов, две тысячи банкоматов, и, например, 70 тысяч позов, терминалы, продажи, которые все работают онлайн весь день, 24 часа в сутки, этой системы ничего не останавливаются. Хорошее настроение британца, видимо, передалось и моим землякам, но пора раскрывать карты и карточки. Эти съемки сделаны в Москве, в одном из павильонов Всероссийского выставочного центра. Здесь и состоялась презентация Магнитогорской процессинговой компании Компас Плюс, которая взяла на вооружение систему обслуживания населения с использованием пластиковых карточек. Проект реализован совместно с крупнейшими американскими поставщиками систем электронных платежей, фирмами Тандем и ACI, региональным филиалом Промстройбанка России и Магнитогорским металлургическим комбинатом. У вас деньги с собой есть на обед, нет? Нет. Почему? Ну так, деньги дают. А как вы обедаете? На карточке пластиковых. Удобная вещь, нет? Нормально, удобная. В конце месяца, когда получаешь свою табульку, не видно, сколько у тебя было на обед из расхода. А так, ну это... Вас выбивает чек. Ребята, у вас тоже проблемы с деньгами наличными, нет? Бывает. Не всегда, конечно. Ну карточки сильно выручают. Карточки? Нормально. Помогает. Помогает. Вот, пожалуйста. Таунчик сумма. 7515. Такие терминалы установлены в рабочих столовых ММК, крупнейших универмагах города металлургов, супермаркетах и предприятиях сферы обслуживания. Манитогорский процессинговый центр рассчитан на обслуживание миллионов клиентов, сотен банкоматов, тысяч торговых терминалов. Он подключен к глобальным сетям передачи данных, что обеспечивает его доступность практически из любого региона России и стран СНГ. Для того, чтобы убедиться в этом воочию, вернемся в Москву. Наша фирма-поставщик оборудования, прежде всего компьютерного, для информационной технологии, развиваемой фирмой Компас Плюс, Магнитогорский и вообще на Южном Урале. Так что, в случае чего, все претензии к вам, да? По оборудованию, да. Они были уже? Но нет, претензий не было. Наша страна, вот Россия, она для процессинговых компаний типа Еврокарт или, скажем, вот Виза, для них мы являемся где-то там на, то ли, боюсь, 49-й или 78-й, то есть типа Зимбабве. О том, что южноуральцы сумели избежать участи этой южноафриканской страны, говорили озабоченные глаза конкурентов. Крупнейшие российские банки, Столичный, Тверь, Универсалбанк и прочие, имея синицу в руках в виде системы СТБ-карт, узнав об опыте южноуральцев, решили этой самой синицы голову-то и открутить, чему несказанно обрадовался заокеанский тандем. Мы решили поехать в Англию, что посмотреть, и там приняли окончательное решение, когда увидели, что крупнейшие банки, такие как Вестминсер Банк, в Англии работает 11 миллионов клиентов, обслуживает Баркли Банк, на эту же систему, на эту технологию. Мы решили, что это правильный выбор, несмотря на то, что она очень дорогая система, конечно, и мы не ошиблись. То, что Магдагорский промостройбанк, он большой и самый главный, это хорошо для горожан или нам нужно много маленьких банков? Нет, я думаю, это как раз-таки идеальный вариант и для клиентов, и для тех, кто, как мы, делает системы для такого банка. Банк действительно серьезный. Подходы к бизнесу, понимание бизнеса действительно очень серьезное, потому что, во-первых, всегда должен стоять человек и те услуги, которые банк может ему предложить. И мы банку стараемся в этом всячески помогать. Интерес к достижению магнитогорцев был огромным. И удивительным казался сам факт внедрения карточек в широкие, в основном, рабочие массы населения. Ведь не секрет, что карманы малиновых пиджаков новых русских и творческо-промышленной интеллигенции России забиты карточками Visa, American Union Express. Но слой этот тонок до прозрачности. Как говаривал вождь пролетариата, далеки они от народа. Магнитка решила этот социальный пробел заполнить и начала с дебетных карточек, а также расчетных и кредитных. В Магдагорск приезжайте, не пожалеете? Ну что ж, если будет возможность, приедем. Честно говоря, я боюсь, что поездка в Магнитогорск может обойтись дороже покупки самой системы по нынешним ценам. Ну будем надеяться. Напрасно так думаете. Один миллион рублей туда и обратно. А для вас дороже. Для вас дороже. Сегодня на Магнитке ежемесячный оборот 20 банкоматов, сотен торговых терминалов и других платежных систем составляет 30 миллиардов рублей. Эти деньги, практически выведенные из наличного оборота, позволили смягчить социальные удары, вызванные задержками зарплаты, и расширить сферу взаимозачетов. Когда говорят, что денег нет, это неправда. Банк видит о том, что у людей деньги есть. И это же очень знаменательно, что горожане кредитуют предприятие, на котором они работают. То есть помогают через банк работать своему предприятию. Пополняют его оборотные средства, чтобы привезли вовремя сырье, на котором они сработали, получили продукцию, продали. То есть получается замкнутый цикл. Предприятие, люди, банк. Тройка, которую разорвать невозможно. Нет, нет, нет. И мы надеемся вновь на очень хороший урожай. Вашему вниманию предлагаются очерки губернских будней. Начнем с Кизильского района и вот почему. События, о которых мы рассказываем, имеют ярко выраженную социальную значимость. К примеру, пекарня для пенсионеров и малоимущих граждан. Она открылась недавно в районном центре. Хлеб вкусный? Хлеб очень вкусный. Дорогой, нет? Нет, по нашим деньгам, по нашей пенсии. А прежде как обходились вы? Ну, так же как обходились. Брали по 2700. До свой пекли. Вкусный. Очень. И аппетитный. Ну, по цене, конечно, пенсии маловато. Достаточно хотя бы такой. Он аппетитный за цены такой, да? Ну, нет, мне кажется, это руки приложили наши девушки, которые пекут хлеб. Только... Булочки были дешевые, невкусные. Нет, очень вкусные. Очень вкусные. Можно сказать так, что жизнь в Кизиле удалась, нет? Да, пока что не без. Мы ездим по области, и в всех районах жалуются люди на жизнь. Очень сильно. Особенно пенсионеры и вот малоимущие. У нас сейчас лучше идет, да. Лучше. И забота стала больше о нас. Этот дом защиты детства, так назвали в Кизиле сиротский приют, также распахнул свои двери несколько недель назад. Когда мы снимали эти кадры, здесь находилось всего четверо ребятишек, а документы готовились еще на 40 детей, лишенных нормального детства пьяницами-родителями. У нас дома никого нет, у нас дома нету. А мама где? Она в чарме. Не повезло тебе. Так, ну, здесь-то весело. Да. Ну ладно. Так, ну-ка и сюда, Оля, и сюда. А я не буду. Не будешь, не надо, Верунчик, ты такая гордая. Сиди, 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 сиди. А ты сюда вставай. Сюда вставай. Вот так, вот так, вставай. Так. Оля, ты мне обещала рассказать про рыбалку, нет? Да. Что ты делала на Урале? Ну, мы рыбачили, сигуршку ловили. Ты сама руками рыбачила? Нет, не руками, сетью. Сетью? А дедушка удочкой. Понятно. Сколько тебе лет? Ой, девять. 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 Когда? В школе не была еще? В сентябре я пойду в школу. А что это ты запоздала-то? Не пошла? Не охота мне там. Что, ленивая, что ли? Я маленькая. Учиться не любишь, да? Да? А почему? Ну, там какие-то все злые в школе. Да ты что? Линейкой по рукам бьют. А кем ты будешь любить? Врачом. В один прекрасный зимний вечер нам сказали, приезжайте, мы вот ее выставляем на улицу. И мы приехали, забрали девочку, поместили ее в больницу. Были, конечно, сложности большие, куда ребенка дальше устроить. Но сейчас проблем вот у нас нет. На мороз, что ли? Да. Вот так. Прямо на мороз. Многие из вас, видимо, обратили внимание на то, как последовательно и методично мы рассказываем об успехах кизельчан. Уверяем вас, мы бы не обошли вниманием успехи варненцев или, к примеру, чесненцев, если бы там также последовательно и методично вводились в строй новые цеха, больницы, сиротские приюты, технологии. Кизильский район, конечно же, это не волшебная страна. Просто здесь есть настоящий хозяин. Проблема витала давно, значит, по сиротскому дому, потому что дома сиротские переполнены, все Челябинской области у нас. Значит, и проблема девать ребенка. Тот, кто остался без родителей, тех, кого лишили прав родительских, а тем более, вот, в настоящее время, я считаю, что и раньше, и сегодня, значит, очень много мы лишаем женщин, которые запиваются, значит, особенно женщин-националов. Вот, почему-то там очень много, значит, пьяных, гулянок, значит, и ребенок не видит там ничего в этом доме, значит, живя с этой мамой, и так называемой мамой. Поэтому мы в этом году обращались, значит, в областную администрацию, оказали помощь, финансирование, значит, строительства этого дома. Значит, поддержки, правда, мы в этом деле не нашли с стороны областного управления, социальной защиты населения, Дубровский Владимир Федорович, начальник управления. Пошли сами, изыскали возможности внутри местных, так сказать, ресурсов бюджетных, значит, и буквально вот на прошлой неделе мы открыли на базе, значит, существующего здания нашего детского сада, истрили, значит, сиротский дом. Может быть, казенно это звучит, малообеспеченные граждане, но как раз работа Центра социальной помощи поставлена не казенно. Там заходишь, уют, тепло, улыбки, доброта в глазах, в лицах. Так вы впервые здесь? Да, я здесь впервые. Какой вывод напрашивается? Может быть, опыт Кизильского района нужно распространять? Ну... Или нельзя неформальные отношения распространять? Нет, можно распространять и опыт Кизильского района. Я говорю, что на уровне таких же вот аналогичных районов, это Кизильский район где-то впереди. Но говорить о большом опыте, вы знаете, мне бы не хотелось. Вот я всегда говорю, что... Может быть, как-то утрированно, но я говорю, я всегда хочу остаться без работы. В том плане, чтобы работники социальной защиты остались без работы, им некого было бы защищать. Так вот, хвастаться тем, что сколько мы выдали наборов, сколько выдали бесплатных обедов или похлебок, как-то вроде бы... Не с руки. Не с руки, не хочется. Не хочется. И тем не менее, жизнь нас заставляет, делаем. То есть в Кизиле есть самое главное, неформальные отношения. То есть это добро идет не по приказу и указке, а от души? Безусловно. Наш путь из Кизила лежал на северо-запад, в Кардалинский район. Во-первых, нам очень хотелось узнать, как перезимовал вот этот элитный скот в товариществе Варшавское. Это главное достояние всего Кардалинского района. А во-вторых, нам обещали показать в том же товариществе мельницу, которая способна в условиях села выдавать высший сорт муки. Свидание с гирефордами, так зовется эта симпатичная порода скота, состоялось вначале на Некрасовском отделении, где стоит свыше 4000 голов молотника на откорме. А затем в самой Варшавке, где выращивается маточное поголовье. Если привеса нет, мяса нет, сдавать нечего и денег не будет. До сих пор вы ни разу, по-моему, не подводили своих клиентов, так? Свердловская область. Наше мясо вообще считается же, видите, элитное мясо. Самое лучшее? Да, канадская порода считается у нас. Где самое лучшее? В России, в области, на планете? Вообще в России. Таких, говорит, вот вообще в области где-то два, что ли, таких, вот я не знаю, вот где-то в Измайловске или где-то... Измайловка, Амур, Брединский район, Калининский совхоз. Не больно, много все равно. Спрос на тёлок, вот допустим, есть вот у нас сейчас, денег нету у людей. Допустим, такое мясо... Сколько сейчас стоит одна нитель на продажу? Дорого. Где-то 5 миллионов. Да, 5-6 миллионов тёлка. И вот теперь ответьте на такой вопрос. Почему? В Варшавке скот сохранили полностью, не потеряв ни грамма привесов. Тогда как большинство соседей пустило часть скота из-за бескормицы под нож. Почему? В конце марта, когда для ремонта техники можно было использовать только грязные проплешины в снегу. Варшавяне колотились с пассивными агрегатами весь день световой. А рядом? Да, впрочем, хватит этих обидных сравнений. Вдвойне обидных. От того, что варшавским товариществом руководит женщина. Та самая Евдокия Васильевна Гребенщикова, именем которой был назван наш видеоочерк. И здесь, в Варшавке, прошу прощения за невольный каламбур, не станут люди вновь разучивать варшавянку, приветствуя возможный приход в июне к власти большевиков. Потому что живется им весело и сейчас. По-моему, вас по характеру подбирали всех. Да не знаю, вроде не по характеру, а может по характеру. Друг друга понимаем, а самое главное, без слов. А что, мельники вообще веселые люди, нет? Всяко приходится. Где и спорят, где истинно доходят, все-таки согласованно. Со старшим мельником не поспоришь, по-моему? Можно поспорить. Конечно, покладистый. У вас журнальные такие же веселые, а? Да такие, наверное, что же. От чего? Ну, от чего? От хорошей жизни. От муки хорошей, что ли? Да, ну не обязательно от муки. От муки тоже? Ну, естественно. Если когда все хорошо, значит, все хорошо. На столе, если хлеб в достатке, жить охота. А если его нет, то, конечно, повечешь голову, ты будешь ходить. А старший мельник вообще-то озабочен, мне кажется, да? Нет, нет. Все нормально. Характер такой? Да, спокойный. У нас немного скромный. Немного, а мы чуть-чуть повеселее. Вот и все. Я вот старший всех лет, вот мой родной брат младший. Все. Братья же? Да, мы братья. Фамилии разные? Ну, у нас у меня отец погиб в войну на фронте, мать вышла за другого, мы с ним родные. Сводный брат? Да, родной мой младший брат. Еще зимой, во время стройки, спросил я братьев в мельник, смогут ли они смолоть здесь муку высшего сорта. Дело в том, что для меня, в этом смысле, непререкаемый авторитет Павел Александрович Журавский, директор Магнитогорского мелькомбината. Так вот, он сказал, что высший сорт муки на селе получить невозможно. Зерно для этого нужно отмывать в шести водах. И я смело обещал варшавским мельникам, в случае, если они посрамят оппонента, выставить бутылку коньяка. Если не посрамят, извините, должны будут это сделать они. Поспорили. И вот он настал, торжественный момент. Анализ пришел из Свердловска, что он показал? Вы шестер получили? Нет, не дотянули. Но это пробный был анализ. Вот сейчас мы можем, мы можем гарантировать. Кто кому должен был коньяка, вы мне или я вам? В данный момент еще никто никому. Сейчас пока анализа нет еще. Вот сейчас это можно увезти на анализ, здесь будет результат точный. Мы объясняли, что вот буквально 2-3 дня, как мы запустили увлажнительную машину. А мы увезли-то без увлажнительной машины. А вот сейчас давайте возьмем с увлажнительной машины, мучку, и тогда нам скажешь. Визуально вот даже на глаз, на глаз, она сразу отличается от той муки. Она мягкая, бархатная, пышная мука, белая. А та не то была. В общем, сортность муки надо доводить с водичкой. Да, влажность зерна соответствовала. Нет соответствия влажности зерна. Все, муки не будет высшего сорта. Это все лабораторные же дела, правильно, а не ваши? Это лабораторные дела. А на глаз? Мы делаем на глазок все это. У нас нет влагомера, мы делаем на глазок пока что. Но самое главное, влагомерная она жена, да, которая пельмени стряпает. Вот именно, кто пекет, тот и... Нет, вы что, вы так говорили? Нормальный. Можно сказать, что выше почти. Ну, мучка, мучка, может, и разные ручки опять же. Да. Да, мучка-то одна, ручки разные, вот тебе и влагомер будет. Да, как же. Каждый жена же по-своему пекет хлеб. Одна так, другая и так. А в общем-то, мучка хорошая. Нет, мука пошла хорошая. Сейчас даже все вот мы слышим, поселки говорят, вот, мука отличная. Отличная мука. Отличная мука.